Планирование, дизайна и ремонта собственного жилья, занятие увлекательное. В наших руках сейчас все самые новые технологии и материалы, с помощью которых можно преобразить свою квартиру до неузнаваемости. Добрый день, меня зовут Андрей Погорелов. Напоминаю, что сегодня 22 мая, понедельник, и это важно, потому что посмотрите на часы, запомните это время, ведь с сегодняшнего дня начинает свою работу на каналах НВК и Саха 24-летний эфир. Всех телезрителей хочется поздравить с открытием нового летнего сезона. Итак, мы начинаем. Перемена интерьера всегда совпадает с переменами в жизни. Будь это вы заезжаете в новую квартиру или делаете ремонт в старой, справиться с новым дизайном самому невероятно сложно, но, как говорится, игра стоит свечей. И сегодня мы будем говорить о дизайне, о ремонте и о декоре. Хотелось бы, дорогие телезрители, вам представить мою первую собеседницу дизайнера, Устиню Дагардурову. Устиня, здравствуйте. Вы у нас дизайнер, да, сегодня мы будем говорить очень много об изменении, наверное, своей квартиры, то есть начнем вообще беседу с того, как начать вообще ремонт, с чего. Ну, самое простое, можно ли самому сделать дизайн, новый дизайн своей квартиры вообще, обычному человеку? Сначала нужно ответить, кто является дизайнером. Для меня скажу то, что дизайнер – это человек, который генерирует идеи, который решает ряд проблем. То есть разные проблемы, функциональные, ну, в общем, разные проблемы. И, в общем, нет. Категорично нет. Да, категорично нет. В общем, дизайнер – это тот человек, который делает вашу жизнь лучше за счет своих собственных знаний, своей фантазии. И поэтому лучше человеку простому, как вы выразились, да? Ну, обычному человеку. Обратиться профессионалу. Профессионалу, да. А сколько лет вы вообще работаете уже дизайнером? Нынче 11 лет будет. Ну, достаточно, да, немаленький срок, внушительный. А вот мы давайте перейдем уже не к дизайну, а вот к ремонту, да, вот непосредственно, вот к такому вопросу. Вот есть квартира, ну, обычная квартира, в которой мы там жили, ну, квартира, дом, на самом деле, неважно. И с чего начать, собственно, да, ремонт? С какой комнаты начать? Либо там какие-то еще иные планы, там что-то выстраивать, вписывать что-то надо, задумывать? Либо сразу кто-то же делает ремонт в прихожей, потому что я сюда прихожу, это лицо думает. Кто-то думает на кухне, значит, делаем на кухне. Вот с чего начинаем ремонт вообще? Прежде чем залезать в интернет и дублировать кучу, ну, просматривать кучу информации, я посоветую проанализировать свое собственное жилье, свое собственное, как сказать, то, как оно функционирует и как вы им пользуетесь, целенаправленно ли всем пространством, которое у вас есть. Если, ну, допустим, вы молодая девушка, которая уделяет большое внимание своей внешности, и у вас очень много косметики, которая не помещается в туалетный столик, да? Скорее всего, переехав в новую квартиру или сделав там ремонт, она все свои привычки оставит. Поэтому надо будет вот это вот учесть. Ну, то есть составить такой список того, что необходимо сейчас, в данный момент, и то, чем не пользуется человек, и что ему понадобится после ремонта. Давайте к нашей плазме подойдем, там, сейчас посмотрим вашу работу под номером один. Вот существуют ли у нас сейчас какие-то сезонные тенденции, мода вообще какова сейчас? Существуют тенденции двух видов. Те, которые короткие тенденции, это могут быть кирпичная стена, наливной пол, или там какие-то еще такие декоративные детали, которые недолго держатся. А вот это вот сейчас что у вас случилось? Это вот мой пример по декорированию интерьера, да. Данную картину я нарисовала сама, и поскольку хозяйка в этой квартире хотела сгладить угол, появилась такая странная стена, выпуклая, да? Она выпуклая, да, стена? Да, она выпуклая, и я предложила декорировать ее таким образом. Долгоиграющим тенденциям относятся натуральные материалы, рукотворные вещи, вот такие как вот, например. А что бы вы могли посоветовать тем людям? Ну, этот вопрос на самом деле банальный и касается всегда каждых молодых, наверное, семей, которые заезжают в маленькую квартиру, всегда хочется создать побольше пространства, но хотя бы при помощи как раз-таки дизайнерских штучек. И давайте посмотрим картинку под номером 3 сейчас. Да, третью картинку. Вот какие вообще? Для тех, кто живет в маленькой квартире, вот это, кстати, реализованный проект, здесь молодая девушка ко мне обратилась, она 10,32 квадратных метра, и она хотела, подошла ко мне с конкретной проблемой, да. Я хочу гардеробную комнату, хочу большую кровать, хочу гостиную, где диван раскладывается для моих гостей, хочу отдельную столовую зону и кухню, чтобы они все как бы гармонично смотрелись, да. И вот к такому решению мы пришли. Ну, в общем, я посоветую для тех, у кого маленькие квартиры, да, серьезно отнестись к каждому своему квадратному сантиметру, и чтобы, ну, все можно, чтобы все вокруг функционировало, чтобы не было ничего лишнего. Ну, можно сказать, что сейчас, в принципе, преварьирует минимализм, то есть поменьше мебели в квартире, побольше? Я не скажу так конкретно, да, но, в общем, тенденции разные. Ну, зависит. Ну, как раз-таки, да, вот к вопросу смешанных стилей, картинка у нас под номером четвертая. Сейчас как вообще, какие люди чаще всего, наверное, вот используют смешанный стиль какой-то? Какие люди? Ну, я... То есть в какой профессии, может быть, люди, да, у возраста какого? Ну, это, наверное, молодежное, да, что-то? Или нет, наоборот, это взрослые люди, серьезно? Ну, я как бы сама люблю смешивать стили, да. В данном случае здесь японский стиль, который переделан, так сказать, да, и за основной цвет взят такой ярко-салатовый. То это уже не японский получается. То есть, ну, смешение вот в таком роде, оно уже более свежее, более, как сказать, ободряющее для тех, кто посещает. А вот назовите самые, наверное, распространенные ошибки, которые допускают люди при ремонте или, там, дизайне, может быть, собственной квартиры. Распространенных ошибок достаточно много, да. Какие-то, может, конкретные выделить, да. Ну, я думаю, эргономичность, то есть, какие-то, ну, подбирать мебель, которая, ну, там, больше по размерам, да, чем, которая не будет хорошо смотреться в интерьере. А вот как раз-таки на одной из ваших картин, на первой мы, на картинке, да, видели вашу картину, которую вы задекорировали, угол как раз-таки попытались скрыть. Это, по сути, ручная работа. Вот, и вот к вопросу, как вообще можно ли и стоит ли вообще использовать хендмей во время, там, своего ремонта, дизайна вообще? Как вы к этому сами относитесь? Я отношусь положительно в том виде, если он действительно подходит по стилю, по задумке и, ну, по стилизации полностью. Да, я отношусь положительно. Ну, вот, собственно, почему я заговорил о хендмей. У нас в студии присутствует мастер, который умеет делать всякие различные красивые штучки, которые сейчас у нас находятся на столе. И радует то, что в нашей студии все больше и больше посещает людей, которые имеют талант к этому делу. И разрешите я вам представлю Юлиану Кем, мастера по хендмей. Юлиана, здравствуй. Здравствуйте. Что мы сегодня будем делать, чем удивлять наших телезрителей? Ну, я так, в принципе, не буду делать, буду смотреть. У меня из той серии, как медведь наступил на ухо, в общем, да? В общем, я хотела бы сегодня показать, как в домашних условиях сделать часы. Для этого нам потребуется деревянная заготовка, часовой механизм и вот такая вот салфетка. Вот, для начала нам понадобится клей ПВА, грунт, белая акриловая краска и акриловый лак. Эти все заготовки, они продаются, да? То есть, или это нужно все само изготавливать? Да, они продаются. Они продаются в хобби-магазинах, то есть, вам достаточно прийти и выбрать нужного вам предмета. А сколько времени вообще уходит на создание, ну, к примеру, вот именно вот этих часов? Сегодня понятно, что мы в прямом эфире не успеем всю работу сделать, а вот если вот сесть, по-моему, не торопясь, сколько времени вообще уходит? Ну, если не торопясь, можно вечером все это сделать за час или два, потому что акриловая краска, она сохнет очень быстро. Вот, и поэтому она позволяет делать очень быстро изделие. Сейчас мы наносим клей ПВА, да? Вот мы сейчас нанесли клей ПВА, смешанный с водой 50 на 50. 50 на 50 с водой. Предварительно я отделила салфетку праздничную, два слоя, остался яркий слой. Это называется мотив. Мы мотив наносим на наше изделие деревянное. А что будет, если мы клей не размешаем с водой? Что произойдет? Клей будет очень густой, и салфетка, она не нанесется так ровненько. Расправить не получится, да? Да. Вот такой вот кисточкой широкой мы разравниваем складочки. Кисточка сухая, да, должна быть? Начиная от середины, да. Почти как с обоями, наверное, да? От середины начинаем разглаживать ровными, аккуратными движениями. В принципе, а как начался ваш путь по рукодельному кружку, если так можно сказать, своему личному? Вообще я по профессии юрист. Просто вот в один прекрасный момент я пошла на курсы по декупажу в Институт современного искусства и вдохновилась вот этими, ну вообще вот этой техникой декупажа. Она мне очень понравилась. Я изначально видела по телевидению программы по интерьеру, что можно из простой салфетки украсить мебель. Меня очень заинтересовала эта техника, я решила этому научиться. И вот пять лет назад я этому научилась и в доме украсила скамейки, табуретки старые, приукрасила. Вот как раз таки вот у нас есть табуреточка, да, такая вот подставка. Да, вот как раз она вот украшенная, да, вот в этом же стиле декупажа, да. И вот еще барный стул тоже я сделала. То есть можно преобразить таким образом старую мебель, и она вдохнет новой жизнью. Вот так как мы ограничены во времени, я сделала с другой стороны заготовочку. То есть она у меня уже подсохла, салфеточка, я покрасила лаком. Сверху обязательно лаком покрываем. А лак какой должен быть? Акриловый. Акриловый лак. Потом я приклеила цифры, они тоже продаются в магазине, в хобби. На какой клей? На клей кристалл, вот такой, который прозрачный. Далее следующим у нас шагом будет эта вот установка часового механизма. У нас сейчас реклама, мы прервемся, дорогие телезрители, или после рекламы обязательно продолжим и увидим часы, как они выглядят полностью, в готовом варианте. Хорошо. Добрый день, уважаемые телезрители. Напоминаю, что вы смотрите новый сезон летнего эфира. Сегодня мы говорим о дизайне, о всяких интересных штучках дизайнерских. Конкретно мы говорим с Юлианой Ким о декупаже. Сегодня мы, буквально за несколько минут, Юлиана уже сделала из заготовок такие замечательные часы, задекорировав, правильно, наверное, да, с салфеткой используя. Да, вот с помощью такой техники декупаж мы сделали часы. Я поставила часовой механизм и установила стрелки. Вот, и я считаю, что это будет прекрасным украшением любого интерьера. Ну, часы сделаны в стиле прованс, как вы, наверное, заметили, с цветами. Ну, как раз-таки у наших дизайнеров мы еще поинтересуемся, куда бы можно было бы, в какую комнату, по ее мнению, их разместить. А как вообще к семье относятся? Потому что вы юрист все-таки и занимаетесь хобби, наверное, все оставшееся время. Ну, помимо семьи я работаю, уходят как раз-таки на различные работы. Ну, моя семья, у меня двое детей, муж, они меня очень сильно поддерживают, родители тоже. Я вот стараюсь на совместные праздники сделать им своими руками какую-то подделку, или сшить, или связать, или с помощью декупажа. Они очень этому радуются, потому что подделки сделаны своими руками, они ценятся вдвойне. Да, действительно. А дети вообще помогают? Да, они очень любят мне помогать. Они даже приходят, и я им параллельно даю тоже заготовки, и они вместе со мной делают. Ну, вот за кадром мы разговаривали, вот сумочки, которую вы тоже сделали собственными руками как раз-таки. Вот расскажете о ней. Ну, я-то уже знаю, для наших телезрителей это еще секрет, что вот этот маленький мишка, это не просто так мишка, да? Это не просто, как говорится, украшение этой сумочки. У него есть глубокий смысл большой. Ну, не так давно я научилась вязать ключком из трикотажной нити. Этому вдохновила меня моя старая знакомая с детства, в которой мы с ней встретились через социальные сети Айта Алина. И буквально вот меньше месяца назад я занимаюсь этим делом прекрасным. Оно меня настолько увлекло, что я решила... Меньше, дождите, минуту. Да, меньше месяца. Меньше месяца уже такая сумка, ничего себе, что будет через год, предположим. Я решила связать такую летнюю сумочку, которую буду носить летом, и сделала украшением вот такую вот белую мишку. Сейчас главным героем этого года у нас является белый медвежонок в зоопарке Ортодайду, который назвали Харчана, дочка Колыманы Ломоносова. Но она скоро, говорят, ее заберут в зоопарк Санкт-Петербурга. И поэтому я решила для себя оставить этот символ, чтобы помнить о нем. Хорошо. Вот с семьей чаще всего в какой комнате вообще собираетесь? Ну, естественно, на кухне. Да, я вот согласен. Пожалуй, вот кухня то самое, наверное, любимое место, где семья любит собираться, потому что там приятно проводить время. Я люблю, чтобы семья вся обедала, ужинала в одно и то же время, чтобы мы все вместе, а не по отдельности собирались за столом, могли обсудить сегодняшнее, что случилось сегодня, за сегодняшний день произошедшее. Вот. И в праздники приготовить какие-то новые блюда, порадовать своих близких. Большое спасибо, Юлия. Ну, вот я заговорила о кухне, да, но еще есть в нашей квартире то место, где мы, как ни крути, одну треть своей жизни проводим. И это у нас, конечно же, спальная комната. И несмотря на то, что современный дизайн вообще гласит нам о том, что все комнаты сейчас должны быть у нас, как сказать, даже, не знаю, комфортные, приятные, да, удобные в первую очередь, но спальня, по крайней мере, должна отличать от всех остальных повышенным комфортом. И я думаю, что мой собеседник, дизайнер Ирина Брегеда считает абсолютно точно так же. Вот действительно ли, да, вот такая ситуация. Немножко импровизационный вопрос. Кто лучший дизайнер, мужчина или девушка все-таки? Ну, вот в частности, например, спален. Ну, я думаю, что дизайнер, как и большинство других профессий, она бесполая. Как и мужчина, так и женщина может справиться с этой задачей. Главное, чтобы дизайнер был талантливый и отвечал требованиям эргономичности, комфортности, функциональности. Ну, думаю, с этой задачей справиться как мужчина, как и женщина. Единственное, женщина в плане бытовом, наверное, может больше учесть каких-то моментов. Но это особенно касаемо кухни. Да, какие материалы будут практичнее, непрактичнее именно в быту. Слушай, чего мужчина обычно не делает в плане уборки, допустим. А вот участие вообще дизайнера гарантирует тот эффект, что комната, в нашем случае мы будем говорить сегодня о спальне, она будет действительно удобной и комфортной? Ну, я думаю, на 90% да. Если составлено правильное техническое задание, если идет хорошая работа в тандеме заказчик-дизайнер, составлено правильное техническое задание и дизайнер его услышал, я думаю, проблем не будет, клиент будет доволен. А вы давно занимаетесь дизайном? Уже седьмой год. Седьмой год. А с чего вообще решили, что будете заниматься дизайном? То есть с детства уже профессию определились? Уже как-то с детства, как-то у меня других вариантов не было. Других не было вариантов. А вот чаще всего нравится, какие работы делать, в каких комнатах, в каких зонах? Я вообще больше люблю заниматься частными жилыми помещениями, нежели общественными. Вы знаете, не выделяю как-то отдельные какие-то помещения. Люблю полностью. Не люблю делить разные стили. Я люблю, когда квартира, это и одна зона, когда, переходя из одного помещения в другое, вы понимаете, что вы как-то в одной стилистике находитесь, в одном пространстве. Потому что, когда цветовая гамма в одной комнате, одна в другой, другая стили, у нас так маленькие квартиры. Оно начинает дробиться на еще маленькие кусочки, и помещение становится еще более тесным. А вот у нас в республике очень много же еще частного сектора. Это деревянные дома, да? А где сложнее, может быть, или удобнее работать? В частном доме, в деревянном, либо в блочном, каменном? Ну, в деревянном есть свои нюансы, потому что это дерево, натуральный материал. Есть свои технические моменты, которые надо учитывать. В каменном, я бы сказала, попроще работать. Но чем дом отличается от квартиры? То есть там есть обязательно свой нюанс. Зачастую это лестница, которую либо надо спроектировать, либо которая спроектирована. С лестницами у нас, я тоже в частном доме, мы с лестницами столкнулись. Вообще очень сложно, на самом деле, как ее сделать, чтобы она была и красивой, и она вроде и не мешала, и была функциональной, и места много, самое главное, не занимала. Но у нас получилось так, что уже лестница была, и мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Просто мастер немного видоизменил ее, и все, да? А вот давайте к нашему тоже монитору подойдем и поговорим о ваших работах. Вот вы помните свою первую работу и последнюю? Они вот сейчас отличаются? Ну, во-первых, много времени, наверняка, уже прошло, что-то поменялось само собой. Давайте посмотрим как раз-таки ваши картинки. Первую работу свою я, конечно, помню. Это вот первая, да, работа? Да, это был молодой, холостой парень лет 30, да. Это студия, да, у нас получается? Квартира-студия, да. На тот момент это был очень популярный японский стиль, очень часто его хотели все использовать. Проект был трудный, к сожалению, он так и не был вообще реализован, ну, как бы вообще ремонт не был сделан в квартире. Но, знаете, даже спустя столько лет я на него смотрю, и я бы практически ничего не поменяла. А вот не бывает такого, что вот проект не реализовался, да, ну, по каким-то иным причинам приходит другой заказчик, и вы ему говорите, вот у меня уже есть готовые, либо... Вот не представляете, во-первых, для одного клиента готовится по 3-4 эскиза на каждое помещение, и они лежат, вот, никогда не предлагают другим клиентам. Потому что как бы все равно требование одно, ты человека чувствуешь, ты думаешь, что ему нравится, как ему нравится, интуиционно, и пытаешься именно для него создать что-то. Так, конечно, ну, нет, шаблонами нет. Ну, вот как раз-таки вот заговорили о том, что проект, ну, не реализовался, да, по различным причинам. Наверняка бывает такое, что заказчик вот навязывает свою какую-то точку зрения. Она, наверное, с точки зрения дизайна, она абсолютно, ну, неправильная наверняка. Ну, такое бывает, наверное, вот как вот отстоять все-таки и доказать ему. Вот он говорит, нет, я хочу вот так вот. Ну, просто, ну... Часто бывает, да, допустим. Вообще-то не отсюда, из этой песни. Он где-то увидел, ему показалось это красиво, и все, вот я хочу такое же типа. Ну, да, как бы в лоб сказать нельзя, что нет, это некрасиво, это будет ужасно. Ну, как дизайнеры должны руководствовать своими профессиональными навыками, терминами, аргументировать, почему это будет не так, или почему мое видение вот, или решение вот этой вот проблемы, оно лучше, нежели предложенное клиентом. То есть я должна больше сказать плюсов своих и где-то, может быть, обрисовать минусы, которые вот в варианте клиента, чтобы его переубедить. Категорично, конечно, нельзя сказать нету. Давайте посмотрим картинку под номером 7 и поговорим на такую тему. Вот сейчас появились за последние годы, ну, новые материалы, новые предметы, то есть при помощи которых можно что-то изменить, нежели это было ранее. Вот что вообще расскажите, что изменилось вообще в дизайне в целом? Ну, из материалах, вот сейчас очень популярен стал, если раньше у нас было ЛДСП, из которого, да, постоянно изготавливали мебель, это ламинированное дерево, стружечная плита. Сейчас ей на смену пришло МДФ, мелкофракционная, да, фракция. Из нее могут делать резные перегородки, это вот фото с выставки, с московской. Видите, можно сделать гнутые двери для шкафов купе, это могут быть... Это двери такие? Это двери, да, гнутые под прессом. Я тут близко находимся, я не могу иногда сразу сориентироваться, что мы видим. Это декоративные перегородки, то есть они могут как быть и раздвижны, и можно использовать какие-то элементы на потолке только, то есть многофункциональный материал. Вот времени у нас мало, к сожалению, остается вот быстренько, вот коротко, что должно быть в спальне и чего не должно быть, ну, по вашему мнению? В спальне лучше использовать натуральные материалы, меньше ПВХ, то есть натяжные потолки, минимизировать, лучше линолеум заменить на ламинат, лучше использовать натуральные обои, нежели виниловые, потому что все-таки это синтетика, мы спим, мы должны дышать, особенно это касается детских комнат, лучше отдавать предпочтение натуральным материалам. С точки зрения психологии цвета, спальня должна быть затемненной, то есть обязательно должны быть плотные шторы, которые заглушат свет, то есть для комфортного сна, чтобы мы полноценно отдохнули и восстановились, лучше использовать более темные оттенки. Сейчас последний проект как раз показываем, да. Это последний проект тоже для молодого человека, сделан уже тоже в светлых тонах, современный стиль, это проект, который сейчас идет на реализацию. Большое спасибо, Ирина. Ну, работа действительно классная. Мне бы пошел такой интерьер, несмотря на то, что я семейный. Обращайтесь. Ну что ж, дорогие телезрители, хочется сказать, что наше время в эфире подошло к концу и добавить, что летний эфир продолжит свою работу завтра. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok